Так, да, с возвращением меня и нас после этого тяжелейшего испытания, которым было прохождение The Third Birthday, Валишин на этой неделе выложила в интернет бета-версию, или там, не знаю, вряд ли это бета, это незаконченная версия. Даже сейчас, вот, сделаю, оформлю этот самый стрим. Это незаконченная какая-то версия игры, окно при этом называется Saints Row 2, возможно, это подразумевало, что это будет какой-то спин-офф Saints Row 2. Да, она родилась на PSP, и, я так понимаю, она совершенно не закончена, опции не работают, rewards не работают, поэтому можно только нажать на New Game и посмотрите. Играл ли я в другие игры Валишин типа Red Faction? Нет, но я играл во все Saints Row, и они мне нравятся. Так, хорошо, давайте сделаем нашего... О-о-о-о, да-а-а... Ладно, хорошо. О, все, герой. Хочу обратить внимание, что во второй-то части в Saints Row добавилась возможность убирать женского персонажа, а здесь ее не было. Так, Джимбо Шлемер, и у нас полицейская академия. Так, давайте я на всякий случай буду сохраняться регулярно, потому что я боюсь, что... Нет! Нет! Это не мой жирный негр! Из моего персонажа осталась только прическа. О, господи. В общем, на самом деле, эта игра, это что-то потрясающее. Я... Что-то я... Сейчас я, смотря на это, я начинаю... Я начинаю думать, что... Может быть, конечно, смотря на графон Third Birthday, действительно можно было подумать, что она какая-то средняя PSP, потому что... То, что сейчас здесь происходит, это мне, честно говоря, это мне напоминает... Окей, классно. Напоминает какую-то месть боксера, честно говоря. Я понимаю, что, конечно, таких игр обычно западные чуваки не выпускали. Ну и понятно, что эта штука так и не вышла. Вот. Но, господи, вот... А... Все еще лучше, чем Third Birthday. Но, честно говоря, по крайней мере, она... Знаете, уж лучше игра будет оскорблять мои какие-то эстетические чувства, чем... Чем мой интеллект, эээ... Вот. И все остальное. Это прототип даже не при альфе, люди напоминают. Ну да. Но... Тем не менее... Я пытаюсь целиться, если что, да, вот... А, я не подобрал, кажется, оружие. Во, теперь у меня есть снайперка. У меня есть снайперка, и... Я могу ей, наверное, убирать. Окей. Самое главное, чего я не понимаю, это вот... Зачем вообще делать такое? То есть, Saints Row, она же, в принципе, была... Ну... Чем она была актуальна вообще в свое время? Это тем, что... Она вышла сразу на Xbox 360. Это была HD-игра. Ну, прям вот сразу же. Одна из первых таких HD-игр. И... Зачем... Ну, и в этом была какая-то ее фишка. Потому что в то время, когда на PS2 выходила San Andreas, на Xbox 360 вышла Saints Row. И... Ну, как бы вот... Что-то... Так, мне сюда идти? Блин, офигеть. И зачем вообще, в принципе, было на PSP что-то разрабатывать, когда там вот такой вот ад? Я что-то не очень себе представляю. Сейчас, наверное, мне напомнят... Хопы... Пролили мою кровь. Наверное, мне напомнят, что... На PSP были какие-то GTA, типа Liberty City Stories и так далее. Но я совершенно не представляю... Музыки, естественно, не будет. Совершенно не представляю себе, как вообще, как в них играть. Мне вот... У меня не получилось. Мне неудобно. Да, это действительно очень long piece of text. Да. Блин, жалко, карты нет. Вот, единственное, мне карты не хватает, конечно. А это... О, господи! Вот. Ха-ха-ха! Слушайте, мне теперь... Я не понимаю, почему в оригинальной... В общем, не в оригинальной, а вообще в какой бы то ни было Science Row такого оружия не было. Это же просто потрясающе. Это же идеально. Бить людей каблуками. Как убивать-то людей? Я что-то не понял. Кружок. А, вот, да. Кружок. Это Ребенестр несколько... Любило твои эстетические чувства, но не так сильно, как... Наверное, все-таки вот эта игра нормально. Копы уб... Смотрите, копы-убийцы. Наверное, эта игра пытается объяснить, почему те копы прибежали и убили всех на свадьбе, из-за чего все это дерьмо началось. Вы подумайте только, что все зло, которое произошло в свадьбе, оно все произошло исключительно из-за того, что пришли копы и все испортили. Да, отлично, именно, ПСП, пишут люди. Ну, я не знаю, мне что-то как-то не... Ну, с управлением мне вот там было совсем грустно и... Ох ты как. Это что? Это была входная дверь в полицию сейчас? А, заправлением там было грустно и вот мне как... Мне не хватало серьезно какого-то второго аналога, ну и вообще как бы хоть... Хоть чего-то, чтобы можно было бы его компенсировать. Mailgun. Вот, так что... Как-то радоваться тому, что игру отменили... Ну, в данном случае, даже, наверное, это храм. Он меня пытается убить, и он не стреляет в ту машину. Он выглядит как Алиэн. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, это анимация. Ой, не хотела, хотел взорвать эту машину. Ой. И она просто растворилась? О-о-сом. А-а-а, да, давай. Так. Ага. Ооооу, физикс! Ха-ха-ха. Блин. А-а-а-а, а-а-а! Просто это весело, я правда взорвусь сейчас, наверное. А-а-а-а! А-а-а! Ох! Тут я начинаю задумываться, насколько сложно может быть вообще сделать какую-то модель управления автомобилем, чтобы он не улетал. Не улетал куда-то. Все, я иду за этим в ПСМ. А этого нет в ПСМ. Это эксклюзив торрентов и эмуляторов. Ладно, на самом деле у меня очень важный вопрос. Если это должен быть спин-офф Сейнс Роу 2, то здесь должен быть, вообще говоря, узнаваемый город. И... Так, так, как выходить? Выходить, выходить. А-а-а! 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 Ныряй в воду! Ныряй в воду! А, не, я живой. Йей! Ура! Я живой! Я почему-то думаю, что здесь герой не умеет плавать. Честно говоря, у меня начинает уже складываться подозрение, что одно из самых веселых времяпрепровождений в Сейнс Роу, которой insurance fraud, это там, где ты превращаешься в рэгдолл, и тебе нужно как можно больше дамага самому себе нанести, уебываясь от машины. Оно появилось, наверное, за счет того, что они пытались прикрутить к тачкам физику. Офицер. Ладно, можно мне тачку прикрутить? Потому что половина чуваков это копы. Или это не копы? А, окей, он просто похож. В принципе, Чайна Таун похож на тот, что был в Saints Row 2. Если бы я еще хоть как-то примерно помнил лейаут того города... Я бы мог попробовать приехать в какие-то более знакомые места. В принципе, в эту сторону сегодня должен был быть какой-то... Вау! Классно! Какой-то заводской район. А, ну и, может быть, его просто и не доделали. Блин, у нас... Я не понимаю, почему управлять машиной настолько невозможно. Почти бирнаут. Человек смотрит на это, ему кажется, что ему 9 лет, купил какую-то игру для PS1 за 45 рублей и сидит, пытается разобраться. Блин, 45 рублей? Я нигде не видел игры по 45 рублей после того, как 98-й... О, я вышел! Я вышел! Так. Летающие машины из Fallout 4. По-моему, ты до сих пор овердайвишься куда-то. Да, давайте попробуем из этого места стартового куда-нибудь попасть. Как тут камера-то... Камера, 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 камера. Так, Mission. Just say yes. L и треугольник, чтобы начать. Кат-сцена! О-о-о-о! What's up? Озвучка! It's Gap! Listen, we're trying to pick up Lady Ronja, but that bitch is invisible. Я серьезно? We know she supplies some of the junkie dustheads at the Needle Park by the airport. То есть, они позвали актера. То, что голос... Мне кажется, это его голос. Просто Гетта же озвучивает какой-то известный хмырь, по-моему, из Лоста, если я не ошибаюсь. И зачем его записывать, если у тебя игра вот в таком виде находится? Я что-то не очень себе представляю. Ну, то есть, мне кажется, что в начале, наверное, ты доводишь свою игру до какого-то играбельного вида, а потом ты уже к ней пишешь реплики, которые... которые именно, что реплики записаны с озвучкой. Так, и что? А, просто побить. Хорошо. Это я могу. Блин, почему я не толстый негр? Я так хотел его... The Man. Это моего героя зовут? The Man? Полуизвестный из Lost, Гавайи 5.0, 24 и куча сериалов. Ну да, у меня тоже действительно сложилась сразу ассоциация с какими-то российскими разработчиками, но просто, мне кажется, сейчас они... Сейчас уже никто такого не выпускает. Сейчас вместо этого они выпускают социальные всякие игры и прочее. Блин! Это... Это... Это дымящийся бургер! Блин, я хочу взять дымящийся бургер! Как? Как взять дымящийся бургер? Черт! Я не могу ничего сделать. Обидно. Ладно, давайте продолжим избивать бомжей. Блин, ну... Или может быть у меня просто здоровье полное? Или может быть моего здоровья просто не существует? Черт! Дымящийся бургер! Люди хотят добавлять это в Steam Greenlight. А, ну да, сейчас в Greenlight очень много вот чего-то подобного, что примерно так же выглядит и примерно настолько же хорошо работает. Да, я охотно верю. Просто мне несколько удивительно, что такой ебаниной занимались нормальные разработчики, которые делали вообще говоря клевые игры, потому что ну да, Saints Row они классные и блин, делать вот что-то такое на PSP не знаю. Они же еще самое главное, что они после этого еще и делали какую-то игру для 3DS. По-моему, она называлась Saints Row Drive By, если не ошибаюсь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о на вид и западных разработчиков никто даже не пытался делать игры и у нас старте sony там подрядила как какой-то там studio bend да и так это я уже прошел и она все равно активно чтобы они делали чтобы они делали что этот uncharted блин да это действительно не напоминает драйвер для ps1 если вы не видели моего клипчик на драйвер обязательно пожалуйста поищите на моем youtube канале по моему должен лежать уже несколько лет я его склепал с помощью старых видеомагнитофонов далеком 2000 году и он прикольный потому что там на самом деле в игре не такая безумная физика иногда она вот примерно такая безумная и поэтому это весело все я узнаю сейчас эти места где я сейчас находлюсь потому что да это эти места в городе были есть правда некоторая проблема с тем что я с трудом передвигаюсь ты еще есть меньше я еще и стрелять могу эй акап ладно копов они не придумали ладно понятно здесь шоссе не шоссе не шоссе не шоссе это здесь не должно быть ничего и это должен быть конец города поэтому это поворот я все еще живой время то что время суток меняется нет у меня смысле это же не то есть это действительно сейчас время суток меняется да становится темно у нас на глазах становится темно saints row 3 блять нету смены динамической смены суток а вот в вот в этом уебском говне для psp которые вообще не работает я нонки дает вообще за спину даже здесь есть я просто я не понимаю лучше многих игр в глинайте просто потому что не представляет из себя спижен и ассет для юнити тоже вариант shift m на psp я думаю что наверное просто ой да у меня же как-то карта есть в левом нижнем углу а я не по я это не понял я думаю может быть просто люди играют в это как бы типа дебагают его на слушать это олицетворение слова drive-thru сейчас было айдид индейд джой может быть дебагают на пока и поэтому используют shift я вообще мне меня скорее удивило то что на псп вообще такую комбинацию они использовали странно вы может просто потому что ничего нормально больше не работала да копы не агриться люди почему-то не умирают муж каш надо было в них стрелять о блин я скольжу я не выкинул чувака пришел был мертв он просто перевернулся в машине остался там висеть ой я слышу копов а это звезды это реально звезды мужик так и висит да да мужик так и висит прикольно а каб они вышли из машины они сейчас будут наказывать блин копы покажите покажите на себя я вернул день я повернул камеру и вернул день да кажется ой смотрите они дорогу мне запреграждают класс то есть а и не на пи не написали для копов но написали то что они должны при звездах поперек дороги появляться забавно бак со скольжением почти как в третьем ведьмаке вот так у меня в том рейдер 2013 года враги ходили анимация стрельбы на кортах да потрясающе так я кажется почти помню этот тоннель блин эта машина которую я выпустил крутиться раньше она меня догнала по моему отсюда если я остановлюсь и смогу пойти направо нет я не понимаю где так вот если по этой дороге вроде бы я должен приехать в сам район Сейнс Роу ну что церковь даже найду где эти святоши а где обитают нет я ничего не найду я улетаю нет я не могу так больше вау ошметки машины даже блин ну взрыв был неплох так ай нет нет не буду я хочу просто по памяти сложно я просто первую и вторую часть не играл ну очень много лет да вот этот этот отстроенный район это походу да это вот район корпорации ультур во второй части они здесь типа построили кучу небоскреблых где в первой ничего не было ага ну да вроде бы все совпадает блин этот кибер коп он серьезно выглядит как какой-то терминатор только что копы по моему передо мной были и потом они пропали ладно ааа блин у меня мне всегда теперь проблема с пониманием вообще в какую сторону я еду просто потому что так крути да я даже не знаю ну вот можете пару миссий попробую а понятно здесь я играю за копа который на самом деле типа говнюк его может быть поэтому его копы не валят потому что он сам один из них insurance fraud блин все это должно быть бомба вот эта стрелка вот эта стрелка тоже потрясающе в общем не надо на дорогу как-то выйти не я я действительно в доме так то есть у меня началась миссия где мне нужно бросаться под машины и она началась внутри дом и о о машина здесь если машину должно быть сумасшедшими в этом режиме да дайте мне кого-нибудь какой-то бизнес район на крайне да нет там же во второй части ультор построил свой супер бизнес район прямо там же где были была сейнтсовская церковь в этом как бы была фишка что поэтому они обиделись на этот ультор что какого хрена они делают это не их район ну блин меня никто не сбивает почему о да 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 2000 и что я лужа я лужа кажется я лужа сбей меня а я не превратился в лужу сейчас лучший режим и теперь я лужа ну что-нибудь а он меня поднял время вышло и типа эти 24000 мне приплюсовались просто так потрясающе самое главное что я не понимаю это зачем копу заниматься insurance pro почему из каждого человека валятся дырящиеся гамбургеры ух ты анимация раненые ходьбы даже у них есть нет слушайте я я хочу выйти познакомиться с этим копом поближе блин не но это же реально терминатор какой-то мне много страшно почему я коп я выгляжу как говно с резинкой на голове а это это какой-то терминатор ооо без три у меня убил вот это норм норм копы живут 4 сенсор лучший фан-сервис во всей истории видеоигр я четко не очень уверен в этом придет майкл джексон мешают план как-то я четвертому я отношусь довольно ровно но мне кажется как-то не знаю не особо там самый лучший фан-сервис вторая часть во время хронов машины дайвить чтобы не умереть не ну да я не нашел кнопки дайва здесь просто я не понял как как мне нужно в них нырять то есть я наверное так много нырял биржды и что что тут у меня этого уже не получается меня спрашивают почему я не смеялся к не понял происходящее все же ну блин потому что это очевидно здесь это просто новая игра которая не работает и она иногда не работает забавно дождей это типа я на еще раз напоминаю лучшая игра на псп по мнению матома три ямы и средняя игра на псп по мнению некоторых зрителей и но чет как-то ну бля хватит это терпеть чувак потрясающе хочу его рассмотреть поближе офигенно кажется тут да это не граффити это дверь но чем конечно главный вопрос это зачем вообще делать и вот зачем пытаться делать большие игры на псп если она не приспособлена для них если это будут какие-то полумеры какие-то дурацкие ограничения ну я хотел конечно сказать что для псп надо создавать что-то свое не пытаться там да может быть я таксиста можно садитесь коммерции садись коммерт но я только что закончил один из таких что будет на следующем стриме ну смотрите у меня есть конечно грэвити раш ремастер но я не знаю я не уверен насколько на это интересно смотреть потому что мне кажется что те кому грэвити раш был интересен они в общем то в него наверное на витте поиграли ну и показывать там особо долго особо как то наверное нечего и ну это вы скажите насколько конечно вам интересно на это будет посмотреть здесь происходит гораздо больший пиздос с гравитацией чем в игре про гравитацию вот и ну другой вариант конечно другой вариант это все по плану как бы продолжать делать вам эту сметелепортировал просто назад я этому не рад я пытался уехать из этого первого района подальше и заняться чем-то ну типа silent hill the arcade и origins и в общем продал продолжать короче дальше страдать но честно я не знаю я бы с удовольствием поиграл во что-то хорошее честно говоря мне недавно предложили shadow of memories попробовать постримить я в нее никогда не играл и в принципе возможно это будет хороший повод мне это смотреть и разобраться что же она такое как вы считаете ну конечно напишут silent hill потому что я очень давно собирался поиграть silent hill the arcade и до сих пор не поиграл наше хорошее может быть saints row нормальный но вот тут какая проблема мне кажется что saints row и так короче не очень себе представляю как какой именно saints row потому что 2 я не уверен ли он у меня достаточно на пк потому что она пока выходила очень сломанная вроде бы я ее чинил но я не уверен третий просто ну мне кажется что люди которым мог бы быть интересным saints row они бы наверное в нее бы поиграли уже ладно я задал задолжал silent hill the arcade подчеркивают люди и ну да хорошо давайте так динокризис 3 это только же на первом иксбоксе и по моему металл вот что еще так динокризис 2 это ну не знаю не вижу большого смысла потому что ну это просто хороший экшен классный три одинаковых чувака четыре одинаковых чувака которые очень напоминают сценаристы игры да в общем я не уверен нас насчет того что динокризис 2 потому что мне кажется что смотреть особо не нужно я и про задних то второй прошел только для кучи потому что первый был как-то в тему рождества а третий был ну вот 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 этим просто леденящим мозг пиздецом который для понимания просто глубины пиздеца которого требовалось посмотреть на первые два все по плану выяснилось что есть план не ну под этим я имею ввиду что как как давно уже планировалось то есть план заключается в том что как бы меня попросили пройти все silent hill поэтому поэтому дальше в любом случае так и так или иначе рано или поздно у меня будут silent hill the arcade homecoming и origins book of memories я стримить не смогу но просто потому что вита да и салент хилл я естественно буду проходить в порядке выхода по-моему аркейд в общем нормально вписывается туда хорошие игры вы без тогда поиграем сами пишут чате но справедливо не поспоришь мне тоже кажется что если вам интересно вообще вот вот там что не знаю open world игры вроде кта и и не знаю вы не враг чего-то веселого вам надо поиграть в сейнс рог потому что она веселая она веселее да я не могу играть в кта после сейнс рога второй сейнс рога но менее популярен из игрового порта ну давайте я запомню это я попробую посмотреть подумать смогу как бы если у меня порт на пк окажется достаточно хорошо починен может быть второй сейнс рог и постримлю немного по сливанию я никакую вот это классно было едят машины и просто на пустом месте взрывается по сливанию я думал но симфонию мне предлагали но я просто с ней не тороплюсь потому что ну поскольку я сам у нее выходи 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 не особо игрок я не проходил полностью ни разу ну нет нет я не доехал я взорвался ооо хочет играть в хорошие игры но не хочет играть в хорошие игры нет просто мне просто кажется что одни игры более как бы интересные чем другие вот я о чем просто мне кажется что нет большого смысла проходить второй динокризис просто потому что ну в нем геймплей более-менее как опять же я не даром вторую фразитку вспоминаю он более-менее однообразен он ровный он неплохой и ну а сюжет там но он как-то ни о чем да и поэтому ну и зачем да симфонию знает я могу попробовать постримить конечно лучшие костла в плане боссов ревел дизайна лучше всех пишет ну я как-нибудь да наверное попробую вау как темно вот это да круто якудзу 5 я не очень могу стримить с ps3 если конечно у меня когда-нибудь это возможность появится я постримил бы якудзу не вопрос мне тоже вот это как раз мне кажется та игра которую очень прикольно показывать потому что она разнообразная и она спонтейниэс human combustion и она не такая известная все таки вот ладно симфонию я запомнил пожелание по сален хилам я запомнил ну может быть действительно сален хилл раз уж так долго ждут я посмотрю знаете что я еще посмотрю давайте договоримся наверно на сален хилл в аркейд я посмотрю может быть какие-то еще аркадные игры на том же движке на том же эмуляторе посмотреть если что-то из них интересное найду тогда я наверное постримлю это а если нет то он может тогда оригинс ужасно и так далее мне нравится что он почему-то не хочет стрелять то есть кнопка кружок это выстрел но возможно потому что он стоит в упор он просто бьет что-то типа нир или резонанс of fate но это тоже ps3 я тоже ничего с этим сделать не могу или пока или ps4 или эмулятором может игры по лицензиям это вы мне зла желаете мне хватает и адских сален хилл охренеть а я бы серьезно и и и и а а а а а а ох а х이 Co зае蘇 лить 1 ink ou за могу могу на 1 не такой хороший ээээ 4пятые хорошее клевое но они ps3 1 и прливе глупнул 1 я не готов его хвалить особенно сильно как-то House of the Dead Я боюсь, что... Ну, я посмотрю Оно сдохло От того, что я просто Кинул молотов и не попал Ладно Хорошо System Shock ремейк делают Да, на самом деле Я думал постримить Первый System Shock Но просто мне очень в него играть Неудобно Ну, дело с 2004 год просто Немножко дико Если когда доделают ремейк Я с удовольствием постримлю ремейк Steel Water University Блин, а я не помню А был ли университет В тех частях Кажется, был Такое я припоминаю Неужели, если был университет Там не было ни одной миссии В университете Вот что странное Черт Черт Хочется теперь вторую часть переиграть Потому что Почему же я ее не помню Так Играл ли я в The Void Вы имеете ввиду Тургор Господи боже Я его прошел Это было очень плохо Да, Resident 4 на клаве Ну, во-первых, я не буду играть на клаве Во-вторых, кстати, пятый на клаве с мышью оказался очень классным Я с большим удовольствием поиграл в пятый на клаве с мышью Особенно в Mercenaries Которые новые для ПК режимы Кстати, я мог бы постримить немного Resident 5 Ну, немного Я имею ввиду, что скорее наемников каких-нибудь, чем сюжетку Потому что, ну, сюжетку все-таки надо проходить Да еще и в коопе А вот наемников можно и так пока Ну, Resident 4, честно говоря Ну, честно и серьезно Ну, вы все играли в четвертой Resident Ремастер первого System Shock отлично играется А что, он уже вышел? Я просто думал, что там делают Я просто видел скриншоты, где показывали люди, что они делают, типа, настоящий, там, HD-ремейк Прям с детализацией, с текстурами совсем И он выглядел так многообещающе Что мне прям заинтересовало Мне захотелось попробовать это Мне напоминает, что были какие-то магазинчики в университете И вроде как у негров был квест там А, да, сейчас припоминаю Кажется, действительно у негров что-то там было, да Спасибо Ну, блин, да, я... Что? Почему? Я просто полностью ее проходил только один раз Это было, ну, когда она только вышла Я прям вот пошел в магазин, купил ее для PS3 И после этого мы с Ареком пытались примерно на протяжении полчаса В начале каждой игровой сессии мы пытались друг к другу приконнектиться Потому что в этой херне использовался GameSpy И даже на PS3 ни хрена мультиплеер не работал Так, ну... Ну, гном Чомский сейчас вам всем привет будет передавать, слышите? Оказывается, тут на старте было оружие Девушка Верите ли вы в нашего спасителя, гнома Чомски? Какой она пируэт-то сделала, вау Могу DLC для пятого Ну, пока она есть Может быть? Ну, блин, там надо к DLC-то тоже надо в кооперативе проходить Окей Ремастер, ремейк, разные вещи Да, ну, я вот именно видел, что, да Что люди делают вроде бы как ремейк Там с полностью новым графоном И все, что это анимация, в принципе С этим блоком Так, а что этот человек сделает? Ничего Я не понимаю просто, ну, блин, почему? Почему все так плохо здесь? Что в Resident'ах смотреть новых? На самом деле, я был очень удивлен режиму Это Mercenary's No Mercy в PC Версии Resident'а пятого Я не подозревал о его существовании И он меня удивил Потому что он только для одного игрока И он очень злой Гораздо злее вообще Того, что в обычном наемнике там происходит Ладно, я думаю, давайте я сейчас действительно буду заканчивать Уже 11 вечера И постриму Resident Revelations 2 А это я уже делал Ха-ха-ха Вот Ну, давайте, да, давайте, значит Забьемся, скорее всего, значит В ближайшее время будет Silent Hill The Arcade И, возможно, что-то аркадное Если ничего хорошего, прикольного, аркадного я не найду Тогда Продолжу, наверное, Silent Hill Origins А Потом Ну, потом видно будет Я помню про Симфонию Я помню там про Резиденты Ну и, может быть, еще что-нибудь сообразим Ладно, это была сырая, очень сырая версия Saints Row Undercover В общем, да Полчасика погонять в этом сломанный ад было весело Все, спасибо, что оставались со мной вот в этом всем Ну, да, следующий стрим, скорее всего, будет Будет Опять же, в, да В субботу в 8 вечера Приходите Приходите еще Смотрите еще Вот Поэтому, да В общем, все Спасибо, пока-пока Какая-то, может, было телепортироваться Отлично Субботу